Здравствуйте, дорогие друзья! В этой недельной главе Машет пытается объяснить людям, что хочет от них Бог и как правильно поступать. Многие еврейские праведники пытаются это объяснить людям. Да и сама жизнь нам пытается это объяснить. Иногда мы понимаем, иногда нет. Раби Минахемедов Искотска говорил, что у Творца достаточно ангелов на небе. Он не хочет, что мы были ангелами. Он хочет, что мы были святыми людьми, посвященными Богу. Что мы были человеком, что человек стал человеком. Это самое главное. Голос Бога, он пронзает землю, он звучит, но не все его слышат и не умеют слышать. Даже когда Бог, написано, вызвал к Шмуэлю в храме, когда он еще был не Шмуэлем, великим, слышал только он, а первосвященник Эли, который был в это время, он не слышал. Так специально нам это описывается. В те времена, как и сейчас, слышать слово Бога было очень сложно. Сегодня, как говорят мудрецы, мы ожесточились, стали бесчувственными к Божьему голосу. Однако, когда мы начинаем ощущать, что пробуждаемся, бывает такой момент, знаете, когда человек чувствует какое-то духовное возрождение или как-то, хватайся за этот момент. Это значит, что в этот момент с тобой разговаривает небо. Говорит Каббала, что мы часто сталкиваемся с посланниками Бога, но не всегда понимаем это. Расскажу короткую историю. Жил один такой бедный еврейский сапожник, верующий был человек. И вот в один из праздников что-то он занемок, неважно себя очень чувствовал. Опечалился, потому что идти до синагоги ему надо было там минут 20, он холодно не смог дойти. И вдруг ему снится сон, Бог ему такой, голос Бога говорит, если ты не смог прийти, я сам приду к тебе сегодня. Проснулся, сапожник очень обрадовался. Говорит, неужели Бог ко мне зайдет? Он навел порядок, там все, еще раз прокашировал, все, сидит, ждет. Ничего пока. Видит мальчик стоит на улице и плачет. Он открыл окно, спрашивает, что случилось? Да вот у меня порвались последние ботинки, ходить не в чем, зима, а живем бедно. Что делать не знаю. Сапожник говорит, заходи сюда, зашел, давай ботинки починю. И через короткое время сияющий мальчик весь стоял в отремонтированных ботинках. Проводил его сапожник и продолжил свое дело. Наступает вечер, приходит к нему бедная вдова и говорит, прости меня, пожалуйста, я отдала тебе в ремонт свои ботинки, а заплатить мне нечем. Но ходить без ботинок нельзя, холод. Сапожник улыбнулся и говорит, готовы твои сапоги. Носи и не снаши. Отдал их женщине, так ничего и не потребовал. Наступила ночь. Давно надо было заканчивать дела, уже все, начал сворачивать все. В это время стук в дверь, смотрит там такой бедный странник, весь вымокший. Говорит, извини, уже поздно, я в пути, податься некому, может ты меня пустишь. Сапожник посмотрел, у него одна кровать все равно, ну, впустил себе путника, накормил его, чем было, ложил спать на свою кровать, сам себе на полу постелил. Люди тогда жили не так, как у нас. И вот, подходя к от сну, он подумал, наверное, я оказался недостоин гостя, потому он и не явился сегодня. И снова приснился ему сон, и тихий голос сказал ему, я трижды приходил к тебе сегодня, и каждый раз ты очень радушно меня принимал. Не будем продолжать историю этого сапожника, надеюсь, ему после этого дня повезло, но очень часто Бог приходит к нам в виде тех или тех ситуаций, каких-то людей. Как научиться беседовать с Богом? Только одно, практиковаться и практиковаться. Человек должен все время разговаривать с Богом, и тогда он когда-нибудь, наверное, поймет, кто к нему пришел. Еще надо быть благодарным Творцом. Некоторые говорят, а нужна ли Богу моя благодарность? Это вообще вопрос нерелевантный для человека. Ты должен чувствовать потребность благодарить. Цель благодарности не в том, чтобы воздать чем-то отдающему, а в том, чтобы выразить чувство получающего, его человечность, его нравственность. Поэтому это одна из серьезных вещей, которым надо научиться. Вообще должна быть эмоция. Основой хасидизма является идея того, что чувство можно вызывать размышлением. Размышление о том, что вдохновляет любовь к Богу, вызывает любовь. Размышление о радости вызывает радость. Вообще даже времена кризиса, когда бедствий, в личной темноте, нужно размышлять о том, что Бог всегда со мной. Сердце, разбитого трудностью, не противоречит ощущение того, что Бог всегда со мной, даже в сокрытии. Бог поддерживает человека, но когда человек этого хочет, потому что Бог не навязывает себя. Холодность вообще качество противоположное святости. Потому что святость это энергия и живость. Это сказал Любавический Рэббер. К одному американскому еврею, точнее Рэббе из Бобова. Пришел к нему американский еврей, попросил благословить его, тот его благословил. И тот ему перед уходом, Рэббе говорит, слушай, а почему ты забрал своего старшего сына из Ешивы и отдал учиться в техучилище, в профтехучилище? Что будет с мальчиком? Разве он не должен учить Тору? Ему говорит, знаете, Рэббе, он приобретет профессию и сможет прокормить меня и других детей до 120 лет. А потом вздохнул Рэббе. Кто прокормит нас всех потом? Эта история в разных вариантах, мы ее тоже слышали. Человек должен помнить о том, что маленький только путь у него в 120 лет на этой земле. А искать надо путь, готовиться к пути совсем-совсем к другому, к бесконечному и, надеюсь, прекрасному. Брахавы от слаха, убираем холодность, улыбаемся и все повернется другой стороной. И еще, присмотритесь к тому, кто приходит к вам, а вдруг это, сами понимаете, брахавы от слаха.